Бронебойным огонь! Мы когда с ним там познакомились, я смотрю, такая просто глыба стоит. Я сейчас достаточно узнаваем. А это Николай Алялин спустя почти 40 лет после съемок в фильме «Освобождение». Конечно, время никого не щадит, но, глядя на эти кадры, с трудом верится, что это один и тот же человек. Витя, я старый. Ну что вы, Роман Леонидович, какой же вы старый? Вы так? Морщинистый? Можно было подумать, что Николай Алялин не в кино, а в реальной жизни прошел через войну. Впрочем, так оно и было. Но это была война с самим собой. Отказывались многие режиссеры от него, потому что проблема очень серьезная была. С некоторых пор я имею право на свое мнение. Трубку взял какой-то незнакомый мне человек и шепотом сказал «Он плачет». Актеру постоянно приходилось выдерживать сражения с несправедливостью, соблазнами, забвением. И даже с самой смертью. Но его силы воли и большое доброе сердце помогли справиться со всеми проблемами. Актерские сердца не выдерживают. Они выдерживают очень много на экране, но в жизни они выдерживают не так много. Я боюсь не выдержать. Война, сестра. Война. На открытии этого кинотеатра был показан фильм Николая Алялина. Освобождение, где он играл одну из главных ролей. Ну вот, в ознаменовании этого события мы хотим поставить мемориальную доску. В зависимости от того, сколько мы соберем средств, если побольше соберем, то сделаем очень хорошую стелу вот в этом месте в виде киноленты. Сегодня средства на памятник Николаю Алялину его друзья и коллеги в его родной Вологде собирают по крохе и могут вовсе не собрать. Для нового поколения Николай Алялин совсем не знаковый, а забытый герой из уже такого далекого мира. А скажи, вы не знаете Николая Владимировича Алялина, актера? Нет, не знаю. Он жил здесь, народный артист. Не знаю, но не знаю. А в 1969 году, после премьеры первых серий эпохальной картины «Освобождение» о Великой Отечественной войне, казалось, что это лицо забыть уже невозможно. Красивое, будто высеченное из мрамора, с огромными глазами. Он был красив необыкновенно, но красивый, ну как бы не по-мещански, а вот по-кинематографическому. Если бы ты знал. Не надо вспоминать, я люблю тебя. Я люблю тебя. После освобождения многих актеров, в том числе и Алялина, зрители воспринимали как настоящих фронтовиков. Как раз только вышли первые две серии, и вот 9 мая. Мы шли тогда, Володе было еще сколько? Годика четыре, наверное. Мы шли по бульвару Шевченко. Под другой стороной бульвара идет человек с полным иконостасом, все это звенит, седовласый такой. Он подбежал, схватил меня за руку, он стал меня трясти, он заплакал, говорит, милый, родной парень, я был там, на Курской, я вместе, вместе с тобой. У меня слезы потекли, он стоит, плачет. По танкам бронебойным, прицел 12, огонь! Именно тогда Алялин на шпевое сражение. Актерний, в жизни такой же мкан, отборный победитель. Действительно, он был сильным, и меня не послал. Требор, например, сходили обнять, поблагодарить актеру Зафине, выпить с ним поступочки, оказать прошедшему страшную войну, выпить за победу Николая Булинсива. Ваши, кафе, входи к кофту, иди. Спасибо, товарищ майк, может, тоже и моей походной? Пока, вечно. Выдевали, в том числе, все ими. Да. В итоге список граммов привели Алялина к большой беде. Он очень быстро втянулся. Мы еще с ним участвовали в концертах. Был такой... В 90-м году в Берлине режиссер Юрий Озеров и Сталковичный пятой части «Освобождение» у актера уже были серьезные проблемы с алкоголем. Он рассказывал о Берлине. Меня практически уносили с площадки после съемок по каким-то друзьям, по каким-то товарищам. Котей! Стром! Завидуй, приходит. Всегда им везет. Актер все чаще срывал съемки, опаздывал, забывал текст. В итоге на съемках сцены в берлинском метро, где герой Аллена должен был спасти немецких женщин и детей из затопленного подземелья, Озеров не выдержал и решил убить его героя. Озеров сказал, что все, хватит, каску в кадр. Вся съемочная бригада замолилась, что это пусть он где-то всплывет, выплывет еще. Там по сценарию было практически то, что он должен чуть ли не Антария, а там помогать, флаг возгружать. Все, каску в кадр и все. Так, с подачи режиссера, главный солдат освобождения, капитан Цветаев погиб как настоящий герой. Спас мирных немецких жителей ценой собственной жизни. Хотя по сценарию должен был остаться в живых и дойти до Рейхстага до самой победы. Как оказалось, тогда Алялин остался без победы не только на экране. За кадром он почти в сухую проигрывал «Зеленому змею». Тогда актер работал на студии Довженко в Киеве. Дошло до того, что о пьянстве актера начальство киностудии доложило первому секретарю Компартии Украины Владимиру Щербицкому. Он задал вопрос, говорит, а вы вот о лечении вопрос ставили? Ну, Владимир Васильевич, видно, располагал к тому, что ему врать нельзя было. Они сказали нет. Так вот, давайте. В отличие от многих, Алялин прекрасно осознавал свою зависимость и мечтал избавиться от нее. Чувствовал еще шаг, и он потеряет все – и работу, и семью. Поэтому, когда встал вопрос о лечении, он согласился. Не искал себе оправдания, не кричал, за кого вы меня принимаете, а послушно лег в закрытый наркологический центр. Свою последнюю рюмку Алялин выпил в 33 года, перед тем, как лечь в клинику. После этого он даже лекарства на спирту не употреблял. Даже за столом, когда собирались, он в рюмочку наливал воду простую, чтобы не отличаться от людей. Выпивал, как положено, никто не знал, что там вода. И поднимая стопочку, он всегда говорил, ну, дайте. Коллега Алялин в последнее время не раз становился звездой пьяных скандалов, клянется Алялин всегда был трезв, как стеклышко. Он был совершенно, как-то все слова уже на них поналипло всякого. Нормальным не скажешь, потому что норма другая. Адекватным тоже, потому что в последнее время говорят, что я неадекватный, поэтому, ну, значит, точно не как я. Человек сам себе черту подводит. Он нам все накрывал, радовался за нас. Мы тост его папой говорили, пусть чай погорит. Вот, он радовался, потому что он не пил уже лет 40 к тому времени, больше. А это папущка, которая пьет чайок. Да, да, да. Без коричневенького чайника. А там телевизор. Да, здесь у нас телевизор. Это стало самой убедительной победой актера. Но впереди его ждали новые сражения с самим собой. Товарищ капитан! Есть ли вас или меня? Я ведь товарищ капитан! Что? Как тебе не совестно? Беги! По-настоящему Николай Алялин никогда не воевал. Родился он ровно за месяц до начала Великой Отечественной войны в Вологодской деревеньке Опихалино. А через несколько лет семья Алялиных переехала на окраину Вологды. Вот в этот деревянный дом. Жили очень бедно. Здесь он жил вот эти три окна, практически эти три окна, вот, на втором этаже. Ему приходилось прогуливать уроки. Вот еще причина была. Коля, почему ты ушел с шестого урока? А мне надо было брюки передать младшему брату. И младший брат в этих брюках приходил на вторую смену. В детстве Николай спасался от неприглядной реальности в своих грезах. Постоянно придумывал какие-то истории, даже целые миры, где не было ни нищеты, ни войн. Поэтому и влекся профессией, далекой от жизни, которую вела его семья. В студию театра ходил старший брат, дядя Игорь. А папа средний брат и с младшим братом Витей просто сидели в зале и смотрели, как они там развлекаются. Но это папе было лет 13, и дядя Игорь не пришел на спектакль. Ну, и режиссер, в общем, разозлился, и отца вытолкнул на сцену, говорит, ты тех знаешь, знаешь, иди за брата отбывайся. Ну, и вот так вот он и вышел на сцену, говорит, отыграл все, говорит, не знаю, откуда появилось, не знаю, актерское мастерство. Слушай, может, ты киноактер? Интересное кино. Нет, серьезное. То есть дядя Игорь занимался, а папа не занимался. Ну, и после этого он стал ходить уже сам, без дяди Игоря. Сцена приняла Колю с распростертыми объятиями. Он почти сразу стал звездой школьной театральной студии. Ой, Коля, Коля, красивый. Красивый, красивый. Девчонки поглядывали на него. Не только поглядывали, но и заглядывались. Ой, конечно, конечно. А улыбка была, ой. Прямо всех очаровывала улыбка его. Коля на девочек тоже заглядывался еще как. Позже он женился и прожил с женой всю свою жизнь. Но любовь к слабому полу не прошла, а наоборот превратилась в большую проблему. Чем популярнее он становился, тем больше вокруг него вилась женщин. И войну с этой еще одной своей слабостью он едва не проиграл. После школы Алялин поехал поступать в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии и поступил с первого раза. А после учебы поехал по распределению в Красноярский ТЮЗ, где несколько лет играл комические роли. Я назначил его на объединенную роль это Свистунова и Держеборда. Это два полицейских, которые, значит, есть в этой песке, я объединил в одну роль Держеборда, и этому Держеборду дал играть и Бог. Я вам должен сказать, что это был необыкновенный успех, когда он выходил на сцену. Он так хорошо, ему так нравилась эта роль, ему так нравилась эта роль, он говорит, вот здесь я получаю кайф. Я старался и буду стараться. Уже через год Николай Алялин был признан лучшим комедиантом Красноярского края. За целый ряд ролей второго плана. Главных персонажей Алялину было не видать, как своих ушей. А все из-за личной обиды главного режиссера Исаака Штокбанта. Николай за словом в карман никогда не лез. Вот ты задел за живое начальника. В ту пору я написал такую эпиграмму. Искусству нужен наш Штокбант, как на нос розовенький бант. Ну, я не успел ее досказать, как он уже знал это все дело. Вот. И, скажем, с этого момента все. Я в театре уже просто, я не существовал. Я предлагаю не применять крайние меры, а объявить выговор по партийной линии. С занесением? Пожалуй. Более того, режиссер скрывал Алялина приглашение в кино, которое приходили в театр. Приходили отцу вызовы на съемки. Он просто-напросто эти вызовы прятал. Так он не снялся, он должен был в майоре вихре сняться. Он должен был сняться в щиты меч. Узнал я о том, что меня приглашали на эти картины. Уже по мере того, как они стали выходить на экран. То есть мне показали телеграмму, в которых вот... А, да, мы забыли. Вот вас приглашали на эту картину, на эту картину. Правда, сам Штокбант сегодня говорит, что никакого конфликта не было. И против работы в кино он никогда не возражал. Нет, этого не было. Вы знаете, что я вообще вот такой гуманист, значит, старый. Тогда я был молодой гуманист. Но все равно я очень гуманит был в этом вопросе. И когда у кого-то, кого-то приглашали, значит, сниматься в кино, вот, то я не протестовал. Как бы там ни было, существуют легенды, что когда Николаю Алялину пришло приглашение на пробы в фильм «Освобождение», ему его тоже не показали. Но девушка-секретарь, работавшая в театре, была тайно влюблена в актера и по секрету сообщила ему о приглашении. Николай взял больничный, а сам полетел на мусфильм. Потом он вернулся, он вернулся и говорит, «Вы знаете, Исаак Романович, мне сказали, что я буду героем, героем времени этих фильмов новых». Мы посмеялись. Но смеялись, как оказалось позже, зря. Алялин идеально попал в образ военного героя. Что ты? Что ты делаешь? Ты моя жена, и я никого не боюсь. Я твоя фронтовая жена на время войны. А потом ты меня разлюбишь, забудешь. Перестань, Зойка. Я рад, что нашел тебя на войне. Иначе бы я тебя не нашел. Николай Алялин всегда нравился девушкам. В родном театре был героем сразу нескольких бурных романов. Красивый, высокий, веселый. Но сам он по-настоящему полюбил один раз. Юна Илья Ивановна, скажите, пожалуйста, когда ты познакомилась с дедом Колей? Ой, это только он помнит только дедушку. Дед Коля, скажи. Когда я был еще мальчиком? Хорошо. Да. Эти кадры из семейного архива актера впервые демонстрируются на телевидении. Снимал их единственный внук Алялина Александр. На них еще живой дедушка и здоровая бабушка. Сегодня вдова актера Нелли Алялина уже не может сниматься. Она очень плохо себя чувствует, с трудом говорит и почти не встает с постели. Женщина так и не оправилась после смерти мужа. Но на этих кадрах домашней хроники они вместе и счастливы. Она была такая красивая-красивая девушка. Фифочка. Фифочка. Нет. Фифочка. Нет, вот фифочка она не была. Я была красивой. А теперь бабушка красивая, Саша? А теперь? Бабушка красивая? Ой, тебя приблизил случайно. Ты приблизил? Ой. Где вы познакомились с бабой Мерри? Задал вопрос? Да. Не твое дело, понял? Все вы познакомились. Где? Где? Рядом с Карагардом. На самом деле со своей женой Николай познакомился в Красноярске в 1964 году. Она была вторым секретарем краевого комитета комсомола Красноярского края. Пользуясь служебным положением, пригласила молодого симпатичного актера Тюза Алялина почитать стихи на праздничном вечере. Отец у меня очень отлично читал Маяковского. Просто, я не знаю, я когда слышал, как он читает, просто завораживал. И они к 7 ноября подготовили мини-какой-то спектакль на стихи Маяковского. Ну и мама пригласила их. Я когда ее увидел, весь мир исчез. С новым Богом! С новым счастьем! Потом на Новый год они случайно столкнулись на каком-то мероприятии. Николай поступил решительно, почти как в кино, без всяких там сентиментальных подводок. Подошел к девушке, обнял и поцеловал. После этого они всю новогоднюю ночь ходили по подъездам. Сибирь ведь, очень холодно. И целовались. Ну, а 6 января они пошли в ЗАГС и расписались. Понятное дело, это чувство, то есть на пустом месте как бы ничего не можно создать. Они прожили вместе всю жизнь. Нелли не была первой красавицей в городе, но Алялин смог разглядеть в ней нечто большее, чем внешние данные. Его жена стала ему настоящей опорой и поддержкой. Она не капризничала, не ставила условия, не хлопала дверью. Для нее было главным забота о муже. Она была с ним рядом во все тяжкие минуты его жизни. Такой, наверное, и должна быть идеальная жена. Это на экране Николай Алялин мог горы свернуть, а дома сильной была Нелли. Главнее была бабушка, матриархат Форевер. И это проявлялось много в чем. Хотя называла она его Папуля всегда. Что я тебе могу сказать, пока у меня все горит? Если бы она там командовала и при этом за ним не следила, он всегда был с иголочки дома, в домашнем. Но это всегда было очень аккуратно, чистенько все, беленькое такое. Я восхищаюсь такими женщинами. Именно Нелли Ивановна выбрала место жительства для их семьи. Этот парк КПЕ, с него все и началось. Просто в 1968 году, когда уже папа, так сказать, первой роли освобождения сыграл, стал вопросом, то есть его стали приглашать в разные киностудии. Мосфильм приглашал, Беларусь, фильм приглашал и киностудия Долженко. Мосфильм Нелли сразу отсекла. Не любила шум и толчью столицы. В Минск на разведку отправила Николая, а сама поехала в Киев. Получилось так, что придя на киностудию Долженко, дирекции уже не было. Ну, а в городе никого знакомых нет, это лето было, тепло. Ну, в общем, мама говорит, завтра зайду. Плюс еще не такие богатые были, чтобы гостиницу снимать. В общем, короче, пришла, ну, а тут, правда, лавочки уже тогда другие были, ну, еще другие были. Просто сумку положила под голову, легла на лавочку и, говорит, так, смотрю на каштаны, на небо. И думаю, все, это наш город. Ну, и папа приехал из Минска сюда, в Киев приехал. Мама сказала, никакого Минска, никакой Москвы. Это наш город. Поначалу в Киеве Алялины поселились вот в этом панельном доме на окраине города, в районе лесного массива. Но актеру это было даже удобно. Совсем рядом снималась картина «Дерзость» режиссера Юнгвальда Хелькевича, где Николай снова играл героя войны разведчика. Когда услышишь взрыв, сразу уходи. Послушай, Андрей, пойду я. Я же все-таки сапер. А я чемпион округа по стрельбе. Ну, здесь, конечно, с этой квартирой много, как говорится, смешных историй. Как всегда, знаете, бабушки около парадного сидят и там судачат. То есть мама приходит с работы в шесть, а папа мог и в час ночи приехать, и в два. Ну, и типа, вот гулящий, гулящий. Это не забава, Ноночка. Война дело мужское. Ну, один раз папа не выдержал. Как раз съемки здесь недалеко происходили. И они, ну, пошуткували так трошки. Короче говоря, на немецкой машине, в немецкой форме. Впереди мотоцикл с охраной. И они прям под парадное сюда подъехали. Я просто помню, папа идет в час ночи, пришел в немецкой форме. Все, после этого больше никаких разговоров не было. Бабушек и след простыл. Но в чем-то соседки старушки оказались правы. Николай Алярин никогда не был обделен женским вниманием. А уж после освобождения ему просто проходы не давали. Сколько раз нам и поклонницы звонили, и это самое, и в дверь стучали, и на лестничной площадке там поджидали. И в любви признавались, и, ну, всякое было, знаете. То есть, и даже, потому что дети какие-то там рожденные, то есть, я тебя родила там, а тогда где, что, к чему и как. То есть, всякое было. Алярин действовал на женщин магически. Вы не могли бы со мной пройти? Куда, зачем? Это ни два, ни три слова. При воспоминаниях об этом человеке у меня лицо расплывается в улыбке, потому что такого тепла и света был он, такого искреннего радушия. Он запоминающийся очень, он красивый. Он, знаете, вот эти светлые волосы, статная такая фигура у него, высокий, тонкие черты лица. Николаю, как любому мужчине, льстило то восхищение, с которым на него смотрели женщины. Они влюблялись в него без оглядки, а он позволял себя любить. Не менялся даже с возрастом. Я знаю, что вологжанки помнят его во всех их подстатях, потому что, ну, невозможно было отказать. Красиво, много девчонок помнят его. Да и без всяких слухов видно, как на него смотрели женщины. Вот, например, эта красивая девушка и сама титулованная королева, вице-мисс Украины. Но сразу понятно, кто для нее был король. Казалось бы, зачем актеру все это было нужно? Дома любимая, любящая жена, двое детей, сын Владимир и дочка Ольга. Но Алялин чувствовал ему, как в воздух, необходимое это обожание. Чтобы его хвалили, им восхищались. Почти как маленький ребенок. Он даже не пытался победиться в его веса в ребре. А то, что его бесконечные романы могут разрушить семью, не понимал. Точнее, просто не задумывался об этом. Хотя жене, само собой, все слухи доносили. И обстановка в семье порой накалялась. Но ссоры за сбы супруги никогда не выносили. Они старались ругаться без нас. На кухне закрылись, обсудили там свои проблемы. Пошипели, пошипели, ничего, успокоились. С женой Алялину действительно повезло. Она решила закрыть глаза на все проступки мужа. Там у него одна жизнь, а здесь со мной другая, решила Нелли. И их семья дороже всего. Сам Алялин чувствовал то же самое. Поэтому и смог сохранить брак. Жена и дети были всегда для него на первом месте. Сегодня дочь Ольга по образованию экономист не работает, ухаживает за больной мамой. Завести свою семью у девушки не получилось. Сын Владимир пытался найти свое призвание в кино. Даже работал с отцом, помощником на съемках. Но позже отошел от дел. Сегодня он подрабатывает, как сам говорит, то тут, то там. Он давно в разводе. От прошлого брака остался сын Саша, единственный внук Алялина. И вот тут творческие гены, наконец, взяли свое. Николай, какой вы фильм больше сегодня напитите, в каком он мы снялись? Бас! Правильно! Когда мы были на даче, всегда бралась видеокамера, всегда там брались какие-то, не знаю, статуэтки глиняные, ну, все сувениры из всей территории Союза. И мы снимали что-то, какие-то мультфильмы. Да, и мы вот делали такой хендмейд абсолютный. Саша вполне мог бы стать актером, но знаменитый дед заразил его анимацией. Оказалось, что мультфильм – его давняя слабость. Вот и внук выучился на режиссера-аниматора. И теперь фамилия Алялин вновь стоит в титрах, под работами Саши. Николай Алялин всегда выглядел старше своих лет. Из-за этого он даже отказался сниматься у Леонида Быкова в картине «В бой идут одни старики». Тогда ему было 33 года. Быков предложил Алялину роль старшего лейтенанта Скворцова. Должны играть молодые. Молодые, потому что в бой идут одни старики. Сегодня они, вот они пришли, они кузнечиков ловят. А завтра сели на самолет и уже стали стариками. В итоге эту роль в картине исполнил Владимир Талашко. Внешне очень похожий на Алялина, но помладше его лет на пять. В наше время, когда 30-летние мужчины нередко выглядят как мальчишки, слушать о старости Алялина смешно. Но актер не лукавил. Он действительно ощущал себя человеком, у которого за плечами уже большая трудная жизнь. «А сколько вы в лет, Андреев?» «64-й годок. А вам?» «29». «Как 29?» «29». «Верно говорят, считай лета коню по зубам, а человеку по глазам». Но режиссерам это даже нравилось. Такой побитый жизнью, измученный мужик. Ну, чем не герой войны? И они продолжали эксплуатировать образ Николая Алялина в погонах. Начиная с 71-го года, всего за два года он снялся в десяти фильмах. За десять лет – восемнадцати. И почти все картины про Великую Отечественную войну. Но в жизни Алялин меньше всего походил на военного героя. Был сентиментальным, писал стихи. У себя на даче выращивал розы. Нам пришлось лежать в больнице в одно и то же время. И вот я видела, как персонал. Знаете, вот сестрички, нянечки, врачи. Он заходит в столовую, например. Вот они так тихонечко себе вот встанут, знаете, и посмотреть на Алялина, увидеть Алялина. И он обязательно чем-то порадует. Самого себя, романтичного, ранимого и без всякой военной формы, Алялин сыграет лишь несколько раз. Одной из таких работ станет роль немого лесничего Серафима в фильме «Ливень» режиссера Бориса Яшина. Он не сразу согласился, засомневался. И я его все время пытался спросить. Я говорю, Коля, а в чем дело? Что тебя смущает? Он говорит, да мне кажется, Борис Владимирович, что тут поддержки никакой нет. Я говорю, поддержки к сей. Он говорит, ну, драматургической. Я говорю, ну, так, милый мой, про то, и потому мне и понравился сценарий, что мне кажется, что там сказано гораздо больше, чем если бы был какой-то текст. Алялин сыграет любовь к 19-летней героине Светланы Дириной без слов, одними жестами и глазами. И, несмотря на свои опасения, сделает это виртуозно. Вот этот взгляд, вот этот поворот, он с тобой остается почти на всю жизнь. И вот если думать о Болелине, я вот запомнила вот этот его поворот, вот где-то из-под лобья, и вот как он смотрел, его реакции. Я должна уйти, Серафим. Это актер, который умел хорошо молчать, это не всякий. Просто за ним было интересно наблюдать, даже если он не произносит ни слова. Но такой Алялин оказался не нужен зрителю. Они хотели вновь увидеть его в погонах, чтобы совершал подвиги и ничего не боялся. Того же хотели и режиссеры. Поэтому вслед за бесстрашным артиллеристом Цветаевым он стал отважным майором Топорковым, потом ловким разведчиком Клименко, Тихо. затем бравым командиром красного отряда Селивановым. Он был нужен только как вот такой бетонный советский солдат брутальный, который вот прет напролом. Пронимай ним огонь! Было действительно такое время, когда он из одного фильма в другой, из одного в другой, из одного в другой, и везде он играет героических героев. Это дарвало его силы. Сил не хватало. Но отказаться от героических ролей Алялин не мог. С одной стороны, в театре он был на затворках, а здесь звезда экрана, главный герой. А это значит признание зрителей, популярность, ну и стабильное материальное благополучие его семьи. А с другой стороны, актеру просто не хватало смелости сказать режиссерам «Стоп!». Да, вот я с ним встретился, корень был и худой-худой, и с погашими, ну, с погашими глазами. Он говорит, «Сакромончик!» Я устал, я устал от, вот, от этих героических. Так хочется играть чего-нибудь такое человеческое. Не было бы у меня горького опыта делать уступки. Я бы поступил иначе. Все переживания актер копил в себе. Его сердце впитывало все больше и больше разочарований и обид. Актерские сердца не выдерживают. Они выдерживают очень много на экране, но в жизни они выдерживают не так много. Вот когда мне говорят, что артисты умирают от порока сердца или от разрыва сердца, вот это точно про артистов. Особенно те, которые яркие, горят, и много на себя берут, как говорят, а потом раз, и остановилось сердце. Да, это похоже на правду. Сердце не издюжило. Какое сердце? Какое может быть сердце? Как может человек во время войны еще от сердца умереть? Ты что? Безрасходовала себя. В 1982 году Николай Лярин оказался в Афганистане на съемках фильма «Жаркое лето в Кабуле». На этот раз ему досталась роль человека в белом халате. Умер офицер-разведчик. Режиссер Али Хамраев снимал свой фильм о работе советских врачей непосредственно по месту действия картины в военных госпиталях Кабула и Кандагара. Ситуация была серьезная. Кругом шли настоящие бои, киношников охраняли тройным кордоном. Здесь идет необъявленная война. Поймите это. Но однажды едва не случилось самое страшное. Однажды вдруг, приезжав со съемок, нам говорят, немедленно все вещи собрать, немедленно машину, эвакуация, какая эвакуация, все. И нас в квартиры типа черемушку перевезли. Что такое? Оказалось, Пришел к военным. Кавкат, пришел человек и сказал, мой брат у вас в тюрьме. Пленный. Если вы отпустите, я вам одно сообщение скажу. Что? Вот это. Вот еще есть час. Если бы у брата, скажу, то через час взорвут один дом, где ваши люди. Притащили его брата. И он сказал, вот это, вот это. А мы три дня видели, что там что-то копали, кабель, что-то работали. Оказывается, там проводили, чтобы под этим делом взорвать должны быть. Видите, в такси едут люди. Это, наверное, крестьяне. А могут быть душманы. Их учат проникать всюду. Это и есть необъявленная война. Группу успели спасти. Казалось, обошлось, никто не пострадал. Однако у Николая Алялина тогда сильно прихватилось сердце. Впервые в жизни ему было так непереносимо больно. Но актер не стал жаловаться режиссеру и обращаться за помощью к врачам. Рядом также от сердечной боли страдал 80-летний Олег Жаков. А ему, Алялину, всего-то 45 лет. Что он, разваленный, что ли? Неудобно. И Николай терпел боль, сжав зубы. А терпеть ему было совсем нельзя. Именно с того момента сердце актера начало отчитывать удары оставшегося времени его жизни. В начале 90-х работы у Николая Алялина почти не стало. Изменилось время. Появились новые герои. Изменилось кино. Теперь приоритетами стали не любовь и честь, а разврат и деньги. Изменился и сам Алялин. Все его войны отразились на внешности не лучшим образом. В замученном человеке с глубокими морщинами было трудно узнать прежнего красавца. В то время мы все переживали очень серьезную трагедию, связанную с развалом Советского Союза. Да и материально мы жили очень бедно. Многие припасы выдавались по карточкам. В общем, ситуация была такая, что, видимо, Николай не от хорошей жизни уединился к себе на родину. Но кризисная ситуация заставила Николая по-другому взглянуть на жизнь. Он увидел свой шанс наконец-то отойти от геройских ролей. Он захотел снять свое кино. О своем мире. Да так, чтобы ни одного выстрела, ни одного автомата, только большое красивое чувство. Мне нужна жена. Редкое начало. Скромная биография будущего. Живем где хотим. Так. Вы работаете, я работаю. Вы, если захотите. Главное условие у нас должно быть много детей. Несмотря на финансовые трудности, за несколько лет Алялин снял четыре картины. Главным действующим героем в них был, по сути, он сам герой в отставке, вчерашний вояка, столкнувшийся с новой жизнью. Простите, мне нужен билет на край света. Он делал на свои фильмы большие ставки. Надеялся, что сможет заявить о себе с новой силой, раскрыть душу. Но его работы остались невостребованными. И среди прокатчиков, и среди телевизионщиков. Душевные терзания Алялина оказались никому не интересны. Я понимаю, почему он начал снимать. Я понимаю, почему он перестал снимать. Потому что на каждую картину, пока ты находишь денег, ты сдаешь кровь просто. А потом, когда ты нашел деньги, тебе начинает выносить мозг за всю сданную тобой кровь. Это еще тебе говорят, как надо. У тебя есть еще и сценарий, написан Алялиным. Но тут вообще спорно. Это же не Чехов. И погнали. Это просто... Какой он это выдержал, я не знаю. Какой ценой он все это выдержал, знал только сам Алялин. Актер был не просто разбит, раздавлен. После возвращения из Вологды Николай Алялин попал в больницу. Ему было 59 лет. В общем-то, он никогда не жаловался на здоровье. Ну, там где-то что-то поболит. Полежал там, в желудок подлечил там такое. То есть, как бы он не жаловался. А вот в конце 90-х у него действительно что-то с сердцем плохо. Ну, то есть, становилось все хуже, хуже. Обратился в институт Амосова. Ну, ему сказали, что надо делать операцию на сердце. Во время той операции сердце Алялина остановилось. Это была его первая клиническая смерть. Его вытащили. Сердце запустили заново. Но спустя пять лет его сердце остановилось во второй раз. Мне делали операцию. Операция закончилась. Я уже готов был выписываться. И мы стояли, разговаривали с хирургом, который делал операцию. И какие-то очередные... Мы опускали анекдоты друг к другу. И вдруг у меня где-то на половине слова прервался и упал прямо к нему на руки. И это хорошо, что вот это было в больнице. Там сразу в реанимации меня. Сразу, значит, опять шок электро. Его сердце снова запустили. Спасли. Тогда ему сделали дорогостоящее аортокоронарное шунтирование. Денег пять тысяч долларов США. На такую операцию актера не было. Алялин начал искать средства у себя в Киеве. Я ходил по каким-то там, значит, казино, по каким-то там, ходил по своим любимым друзьям. Никто нигде ничего не давал. А один дашь, он говорит, конечно, могу под проценты. Я говорю, прости, пожалуйста. Ну, а вдруг вот случится так, что я вот... Ну что, семья отдаст? Вот тут мне стало хуже, еще хуже. Казалось, киногерой войны уже никому не нужен. Спасение пришло в последний момент. Руку помощи протянул московский товарищ, тогдашний главком ВВС России, генерал Петр Дейнегин. Знакомы они были давно, пересеклись на каком-то торжественном мероприятии, а потом частенько встречались. Генерал прилетал к Алялину, когда тот снимал свое кино в Вологде, помогал ему по-дружески. На своем борту безвозмездно возил его съемочную группу в разные точки страны, на натурные съемки. Все потому, что, как и многие, военная считала Николая своим. И не только за роли, но и за человеческие качества. Раздался звонок, и Николай говорил о том, что ему нужны деньги на операцию. Я Николаю ответил, что пусть он присылает надежного человека, я ему передам эти деньги. После этого связь почему-то прекратилась. Затем трубку взял какой-то незнакомый мне человек и шепотом сказал, он плачет. Это только в кино настоящие мужчины никогда не плачут. А в жизни бывает и такое. Особенно, когда ты понимаешь, вчера тебя боготворили, носили на руках, а сегодня все забыли. И твоя жизнь тебе уже не принадлежит, уходит по капле. Там, помимо того, что и шунтирование ему делали, потому что уже все-таки закупорки там все было, ну и оказалось, что врожденный порог сердца. Как он прожил с ним, ну, выжил. Врачи тоже восхищались. О своем врожденном пороге сердца Николай Алялин узнал за несколько лет до смерти, когда ему было уже 64 года. Именно тогда ему открылось что-то важное, и он пришел к Богу. У него появился свой духовник, отец Августин из Киево-Печерской лавры. С ним он обсуждал все, в том числе и те изменения, которые стали происходить на Украине. Бог, по-видимому, забрал его до событий, которые сейчас, я думаю, после 20-го года и после Отечественной войны. Это по хронологии и по значимости, наверное, третий самый сильный стресс. Даже обретение независимости Украины в 90-91-2 годы вот эти такие судьбоносные события в Украине не могут сравняться с тем, что происходит в душах, настроении, в отношениях с людьми. И я не знаю, как бы он реагировал, как бы он относился к тому, что происходит. Возможно, именно Вера дала Алялину силы отвоевать у смерти еще несколько счастливых лет. После операции по шунтированию он даже стал лучше выглядеть. Это заметили все вокруг. Он изменился внешне, выпрямилась спина, на лице разгладились преждевременные морщины, он вернулся к творческой деятельности, стал шить себе современные костюмы. Мы встречались раз или два на кинофестивале. И как-то мы когда с ним там познакомились, я смотрю, такая просто глыба стоит. Я к нему подошла, познакомилась, и потом уже я от него не отходила. И он еще все шутил, что чем я хуже Ельцина, что значит мне такую же операцию сделали. Стала вновь налаживаться и творческая судьба Алялина. Появились новые роли. Если вы откажетесь подчиниться, начнется война. Это провокация дневного дозора. Великие не будут на вашей стороне. По нему даже было видно, знаете, вот тут он чахнет, 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 как бы угасает. А тут хоп, приглашение, фильм «Ленинград». Он уже приезжает, он уже отдыхотворенный, у него уже глаза горят, хоть чуть-чуть там снялся. Опять чахнет, а потом опять ночной дозор. О, поехал. Потом Есенин. Я ведь к этому делу прямое отношение имею. Опять же у него подъем. То есть вот он, в общем-то, этим и... Но подправленного сердца актера хватило не на это. Это последняя роль Николая Алялина. В дебютной режиссерской картине своего друга, актера Валерия Николаева, «Медвежья охота». Здесь Алялин сыграл героя, тоже в каком-то смысле навоевавшегося, умудренного жизнью криминального авторитета. И сыграл так, что о его больном сердце на съемках никто и не вспоминал. А вы гордец, Олег Федорович. У вас на шее петля уже намылена, а вы все форс держите. Думал, что будет уставать, не уставал. Прям говорил. А что назвать, чайни он утворял. И так варианты, и так просто, ну, 800 вариантов. После этой работы Николаев захочет снять с Алялиным еще одно кино. Он выбрал для него роль священника, который сидит в тюрьме за изнасилование, которого не совершал. Об этих планах он будет говорить с Алялиным чуть ли не каждый день, в том числе и накануне его смерти. Я разговаривал с ним по телефону за день меньше. Мне вечером позвонил, а на следующий день, на утро, мне уже сын сообщил. Сердце Алялина остановилось 17 ноября 2009 года. Ему было 68 лет. Ну что, здравствуй, папа. Как тебе не хватает? Знаете, мой папа всегда просил об одном. Никогда не ставьте на мою могилу бюстов, никогда не ставьте на мою могилу касок, там, танки, там, ну, пушки. Я православный человек. Поставь, говорит, на мою могилу крест. Так он верующий человек был. Простой, обыкновенный, православный крест. Все, больше мне нечего сказать. Нельзя нам уставать. Только вот война получается длинная. Николай Алялин обладал многими качествами, которые сейчас не в чести. Он был добр, щедр, правдив и при этом очень скромен. Но именно такими и бывают настоящие герои. Алялин был победителем на экране и стал им в жизни. Он смог выиграть войну со своими пороками, честно работал и не предавал своих идеалов, за что и получил высшие награды. Крепкую семью, верных друзей и любимую работу. Награды за его большое, хоть и такое больное, сердце. Цветаевой, Марины Цветаевой, меня ее строчки поразили. Узнает нас в морге доктора по нему меру большим сердцам. Я так подумал, действительно, есть люди, у которых огромное сердце, которое все вмешает. И он был из тех, кого, как Цветаева сказала, в морге узнают доктора. По меру большого сердца его, но, я думаю, и без морга это было видно. Стоп! Света! Пола! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова